О победителе прошлогоднего чемпионата своем верном друге и защитнике с кличкой Наполе Максим Селонов из подмосковного Одинцова говорит с гордостью. Его овчарка и команда на двух языках понимает и ловко выполняет все задачи на ринге. Настоящий чемпион, стать которым под силу не каждой дрессированной собаки. Хотя со стороны кажется, что здесь все идеальны, как на подбор. Мы прекрасно общаемся на двух языках. Родной язык у него, так скажем, немецкий, приобретенный русский. Понимает хорошо. То есть команды чисто на немецком языке, на выставке, все. А дома уже чисто по-русски. Стандарт – это анатомия. Анатомия собаки. То есть угол причаопаточного сочинения 90 градусов, высота в холке 65 сантиметров для кобелей. Все остальные показатели соответствуют породе. И немецкая овчарка, которая приближена наиболее к стандарту, к идеалу стандарта, она становится победителем. А еще проводит тест на характер. Овчарка должна отразить нападение, показать быструю реакцию и, конечно, беспрекословно слушать своего хозяина. Участниками этих монопородных соревнований стали овчарки из разных федеральных округов. Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Пермь, Санкт-Петербург, Краснодар. Представлены практически все крупные города страны. Обычно национальный чемпионат проходит в столице, но в этом году его гостей на базе кинологического центра «Атаман» принимает наш муниципалитет. Это честь принимать такое большое крупное мероприятие. Собровалось невероятное количество и владельцев, и собак. Впечатление – восторг. Дети в восторге. Красивые собаки. Мы смотрим, как выполняется команда. Я, честно говоря, первый раз на подобном мероприятии и уверена, что не последний. А не заходила собаку завести? Захотелось. Состязаются четвероногие в 24 классах, начиная от бэби с щенками от 4 месяцев и заканчивая ветеранами. Это животные старше 8 лет. Всего почти 250 овчарок. И все они четко работают не только на соревновательной площадке, но и прекрасно ведут себя за ее пределами. Никакого лишнего лая и грызних с другими собаками. Умные и ловкие, статные и красивые – это все о них, о немецких овчарках. А еще это верные друзья и надежные защитники. Эта порода очень ориентирована на человека. Мы знакомы с Дашей всего пару минут, но уже успели подружиться. Даша, держи. Держи, малышка. Даша меньше года, но она уже неоднократная победительница различных чемпионатов. Ее хозяйка Елена Шувалова из Ясентуков довольна выступлением своей собаки и сейчас. Отмечает женщина и прекрасную организацию соревнований. Все очень удобно. Есть хорошая стоянка. Это самое главное. Потому что иногда приезжаешь, машины ставить некуда. Здесь и стоянка, здесь хорошее зеленое поле, здесь хороший ринг по размерам, хорошая работа фигурантов, очень опытные эксперты. Овчарки на лету схватывают курс дрессировки. Не зря они в тройке самых умных пород. Среди зрителей чемпионата нам встретился представитель общероссийской организации «Боевое братство», который рассказал, что эти собаки – незаменимые помощники принесения службы. Верные друзья. Они не могут говорить, но они своей работой выполняют очень главную роль, которую человек может это не увидеть. И на самом деле, да, дай бог, чтобы этот вид служебного собаководства расцветал, развивался. Завершился двухдневный чемпионат награждением овчарок-победителей. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.